доброго утра следующую серию начинаю смотрите и весь завешены вот здесь например вот это штатив сзади камера иду снимать специально для зрителя моего канала аэрошоу которое сейчас начнется воздушное шоу с различными видами старинных самолетов которые начинаются на самом севере голландии в местечке это баня такая деревня вот остер ваут называется деревня она находится недалеко от немецкой границы там 5 или 6 километров вот за ним покажу вам как выглядят вот такие голландские такие самые такие обыкновенные деревни вот вы смотрите не знаю немножко будет камера трястись потому что я иду пешком он видите он уже самолеты готовы к полетам и пойду снимать делать репортаж с этого аэрошоу я уже снимал как-то если кто интересует самолетами посмотрите у меня на канале есть я в ливарда не был снимал с ливарда хорошо там есть вот разрекламированных истребителей 35 американских вот поэтому если кто-то интересует там я много наснимал тоже на мой взгляд было очень интересно я хотел бы еще попасть конечно на макс будет в августе в конце августа в россии вот по моему сам с 30 по 2 сентября с 30 августа по 2 сентября очень хотелось бы на макс попасть ну блин сейчас пока не знаю смотрим билеты там стоит может быть и попадем ну и все вот так вот сейчас будут друзья вам снимать так ну как и на прошлом аэрошо в ливарда не здесь какие-то предоставлены и оружие смотрите русище классно ну пока нет описания что это такое я буду хоть и служил в армии я уже забыл что это такое вот и завод на ватную метрю и за а брен ватву в элка ланды за энгелсы брэм окей дэнков бэм энгелс брэм про хуже патро кокосы лету дэртах зевенкома от вензийск оффа 5 303 ну это английская винтовка брэм я подумал калашников серьезных бренды дата серьезными иногда бывает видно иногда туплю потому что в армии сходе служил хоть и три раза стрелял в полигоне там что это такое здесь какие-то палатки я не знаю что это такое спят люди здесь и и италии социдет негландцы пилота офнин американцы пилота энтвейд виртурахов так он вот выглядит американский пилот во время второй мировой войны то на варен зе ног медзавет уния самым пилот он сам говорит он сам голландец а он там американец я сказал вы можете вы переводить мой английский то есть ты bul и сказать это мой полученный русский replace my translateES твои году десаные demanding flood с certой а засор Я сказал, что вы думаете, что тогда было во время советской войны, они вместе воевали, сейчас вот такая вот сложная ситуация. Я был в армии от 1979 до 2008, так что я был другим чувством о русских временах, чем я сейчас. Ну, он говорил, что вот этот господин сказал, что раньше все было по-другому, намного другие чувства были между, ну, чувства, это он подразумевал отношения между американцами. Русскими, сейчас, конечно, все по-другому уже стало. А, как я хочу спросить, что это его хобби или он был военнослужащим? Он был в пенсионной, а на какой типе самолетов? Он был в пенсионной. Ну, какой тип фрагменты вы же не влоги? Я не влоги, но... Я не влоги, но, Джо, ты был только в армии, да? Я был в инфантерии. В инфантерии, да. Что это? Я был в инфантерии, то, что это было. Инфантерии? Да, инфантерии. Он был, сейчас я перевожу, он не был пилотом, оказывается, он был в пилоте, короче, как я наскольку понял, в пилоте. А, как он был в пилоте? Своей пилоте? Своей пилоте? Своей пилоте? Ага, его отец был в пилоте. Мой. А как вы, как вы думаете, о русских фрагментах, например, СУ, Миг, как вы думаете? Какое вы понимаете о русских самолетах? СУ, Миг? Ну, он респектует, он уважает тебя. Ну, скажите, нужна война между Россией? Красивый. У senhorмин? Ну, на настояне. Ну, можно... У меня сказал, я спросил его. У меня спросил, я спросил его. Ich отвечал, я JS, я надо очень быстро, потому что люди не слушают, мне сразу. Мы снять информацию. И это не только мультики ситуации, как в Руслан, на завете Америка, а лучше, может, то же самое, как говорят, за терроризм, за со-проблемой проблемой. Я думаю, что мы все равно раттли саберы. Я думаю, что мы все равно играем с другими. Я думаю, что мы... Вы говорите, что мы все равно... Ох, ха-хаха! Это мультики. Очень трудно переводить все это. Я думаю, что мы все равно работаем с Русланом, определенные идеи, определенные ценности. Но мы все равно играем с другими. Мой последний вопрос. Это не секрет, что мы выбираем для кого выбираем? Для демократа или републикан? Я спросил, что вы можете голосовать? Это не секрет. Для кого я выберу? Да. Я выберу. Для демократа или републикан? Републикан. Райлд Реаган, Геордж Буш, два Георджа Буша и парень, который сейчас находится. И Трамп будет хорошо? Я желаю, что кто-то поднял его телефон от него, чтобы он прекратил твиттер. Я имею в виду президента США, он не должен быть смс-твиттером. Я просто поднял его телефон от него. Я думаю, что он делает вещи, что президенты говорили о том, что они не делали. И я думаю, что с трейдом... Люди хотят говорить о том, что мы собираемся поставить потенциал на производство из Германии. И Германии говорят, что германии живут. И идут в Детройте, Миша, где городской области полностью закончилась. Я имею в виду, что полиция и парень не получили деньги за 20 лет. И они все остались в работе, но они не получили деньги. Потому что они получили обязательность, чтобы работать. И это не потому, что у нас большая милитария, и мы потратили все наши деньги на танки и планы. Это потому, что мы потратили все наши деньги на бутылку. И мы это делаем из других стран. Поэтому я думаю, что он встанет к странам, которые у нас за годы не любят. Сейчас я все переведу вам. Ну, я думаю, что он не любит. Ну, сейчас он будет очень хорошая милитария. Я думаю, что он будет очень хорошая милитария. Я думаю, что он будет очень хорошая милитария. Он говорит о том, что он не может быть. Он говорит о том, что он делает. Он говорит о том, что он делает. Он показывает, что он не получил. Он получил форс и армой. Еще две тысячи лет назад. Они не получили. Он говорит о том, что он не хочет. Нужно думать о том, что он не делает. Он говорит о том, что он делает. Это реально все хорошо. Окей. Ну, я вам потом все это переведу под низом, строкой здесь. Потому что он довольно много сказал. Но это, как из его слов понял, что он за Трампа. Что, конечно, имело место голосование по смс. Вот это все. Накрутка по смс. Но он сам вообще за Трампа. Так, ребята, очень спасибо за интерслейт. Я сейчас с Вимаром. Мой коллега с работы. Вместе сейчас будем тусить здесь. Так, ну что, ребята, смотрите, буду сейчас показывать. Вон еще американские войска здесь, короче. Здесь недавно был D-Day. Ну, это день высадки американцев в Нормандии с англичанами. Они там высадились. Этот мотоцикл похож на русский Урал. Ну, Урал был скопирован с немецкого BMW. Так, дальше идем смотреть. Ну, сделали такую тематическую, как вам сказать, сцену. Допустим, здесь будет музыка. Вот. Сейчас здесь американские вот такие вот костюмированные... Костюмированные. Американские? Американские? Американские. 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 Окей, окей, канадские. Это они канадцы. Потому что канадцы именно освободили Голландию от немец-фашистских захватчиков. Так, что это за машина? Это вот я сейчас с ними разговаривал. Они сами голландцы. Но они изображают... Это Кенада. Он изображает солдата армии Канады. Это... Это Инглс, да? Это англичане. Вот так выглядят. Ага, так было по-настоящему. И это... Зеловде, окей. Ну вот так вот, ребята. У этого самолета нету крыльев. У Абдарима! Я прощаю все. Кончаю ее с умен. Вот с таким вот оружием раньше воевали, смотрите. Это похоже на какую-то ППШ. Абдарима! Сейчас будут крылья приделывать. И полетают. Это с первой мировой войны еще самолет. Фанерный. Так, идем дальше смотреть, что здесь и как. Так, смотрите, вот какие здесь классные самолеты стоят. Блин, сейчас музыка играет. Мне в Ютубе это все забанят. Вот. Зачем они сюда поставили эти динамики? Я вообще не знаю. Потому что они только мешают фотографировать. Вот эти самолеты скоро будут летать. Вот. Сейчас вам покажу. Все они потом будут подниматься в воздух, в небо. Вот. И мы будем это все фотографировать. На видео снимать, ребята. Вам, может быть, кто-то кому нравятся самолеты, тот, наверное, и оценит это видео. Так что, ребята, давайте не стесняйтесь. Ставьте пальчики вверх. Видите? Где вы еще на каком канале найдете столько разнообразного видео за год? И Австралия, и Новой Зеландия, и Чехия, и Танцания, и так далее и тому подобное. И голландские какие-то видосы. Вот. Вот. Они, по ходу... Ну, это сделано уже, наверное, под старину, потому что все из пластикового. Он какой-то самолет полностью пластиковый из... вверх. Так что... Так, буду искать место, куда... Ага, я не знаю. Подожди, мне не надо. Глуби, вы хотите стоять здесь? Или Хансейберг? Вы можете мне фотографировать здесь? Это моя вопрос. А, английский? А, извините, мой английский русский. Я? Да. Я спросил, будут ли они стоять здесь? Да, они сказали, будут стоять. Вот, потому что хотелось бы, знаете, фотографировать. Но если они будут здесь стоять, как я их буду фотографировать? Окей. Англичане это. Английская группа Орлы. Красные деволято. Блин, ну как так? Вот зачем они сюда их поставили на виду? Я вот тоже не понимаю. Смотрите, здесь сделано место, вот как от меня, где я сейчас стою. И до самого конца. Место для фотографов, которые любят фотографировать. И эти поставили здесь напротив самолета. Как мне вот фотографировать, который взлетает самолет или садится? Поэтому немножко непродуманная эта система сделана, я считаю. Вот, например, в Левардоне, мы когда были в Левардоне, там не было, там было все свободно. И я мог спокойно снимать. И очень удобно было это все снято. Ладно, давайте, ребята, я иду вам поснимать что-нибудь дальше. И потом уже надо занимать очередь и фотографировать. Вот, приземлились только. Я буду вставлять видео, наверное, фотографии, как они летают, потому что у меня камера хорошая. Вот я вам показываю. У меня, получается, будут хорошие снимки, буду делать. И какие-то будут делать, наверное, маленькие небольшие комментарии. Какие-то будут делать, наверное, маленькие небольшие комментарии. Скорее всего, не голландское производство. Раньше они здесь выпускали эти маленькие самолетики. Так, смотрите, ребята, вот на этой, назовем его кукурузник, английский кукурузник. Вон там ставят место для акробатов. Видите, поручень такой вот, черненький, если, по-моему, отсюда видно будет. Вот, и там выступали, будет выступать пилотажная группа, и наверху будут акробаты, как у Высоцкого. Вот, внимание, гляди, какие акробатики. Третье, вот видите, покрасили в советскую такую типичную красную звезду, серп и молот. Разве на самолетах таких вот, досафовских, был серп и молот? Ну, мы так представляемся ими. Вы, наверное, меня по-русски понимаете, так смотрите. С первой мировой войны. И это парабелум? Да. Парабелум. То есть, вы, наверное, официар? Да, лейтенант. Лейтенант. Это был такой лейтенант? Да, барон. А на самом деле, барон Минтхаус. А почему они стоят с флажей? Они еще не построены. А, не построены. Но, когда они стоят с флажей, они спрашивают, почему вы, ну, в этот самолет без крыльев, он говорит, это реплика, просто так вот его сейчас построили. Окей, ну. А, и вы это презентировали? Как вы, ну, что вы делаете? У них там презентационная доска, и они там рассказывают про вот эту войну, первую мировую. Окей, на. Тауди. Он спросил, почему вы выбрали, ну, презентировать, представлять немецких летчиков, он говорит, потому что немцы очень хорошо продвинулись во время Первой мировой войны как летчики, как самолеты строения, вот, а американцы, англичане, ну, англичане и французы больше танки хорошие делали. Поэтому они было интересно именно выбрать, ну, потому что они поэтому выбрали, потому что им интересно было это все. Ну, я так рассказываю условно, кто-то говорит, что я там не точно перевожу, ребята, здесь очень трудно все это записывать, сразу тут же переводить и что-то еще дальше фантазировать, серьезно. Но он в общий смысл, что немцы были очень хорошо развиты, немецкая индустрия во время Первой мировой войны, самолет в стране. Так, смотрите, ребята, вот стоит самолет, Роквелл ОВ-10 Бронко в 60-х годах его разработали, ну, он выпущен в производство. Ну, это, насколько я понял, там по-английски стояло, что это штурмовик, очень много применялся во Вьетнаме, он у него подвесной бак, видно, для увеличения дальности. Так, следующий сейчас я подойду, посчитаю, что за следующий самолет. Сухой, ребята, он сказал, что на нем много мировых рекордов было установлено, извините, я очень громко говорю, перекричать этого дебилу, вот, и вот он, вот этот сухой, очень много, очень круто показал, я постараюсь потом на видео это все вам показать, а сейчас вон другие выступают. Ну, с этим будет труднее, видите, с моей маленькой экшн-камерой. Все это вы посмотрите, эксцентры, которые с Canon 5D Mark IV. Ребята, смотрите, вот, Spitfire, со времен Второй Мировой войны, сказали, что оригинальный, прилетели только что с Англии, только что. Сейчас еще сидит, отдыхает англичанин. Вот, ладно, пойду дальше искать, что здесь как, смотреть. Всем привет. Так, давайте вам покажу, какие еще здесь прилетели самолеты, извините, иногда будут вырваться голландские слова, самолеты прилетели еще парочку, ну не парочку, а штук 15-20 еще прилетело, когда я начинал все это снимать, вот, тут добавилось довольно-таки много. Вчера было, почему прилетел этот Spitfire сейчас только, и другие также, вчера была плохая погода в Голландии, поэтому большинство, ну не большинство, а половина прилетела сегодня. Два дня это шоу продолжается, оказывается, это частная территория, частный аэропорт, ну аэропортик маленький, он небольшой, вот, небольшой аэропортик, вот, и они устроили вот такой вот праздник. Конечно, подвела организация именно, где, как я уже сказал, самолеты поставили прямо перед взлетно-посадочной полосой, это очень усложнило фотографию, вот, они всегда лезут в кадр, а так как у меня на большом телезуме это все включается, на большом, поэтому они очень все время лезут в кадр и всегда расфокусированы, вон, посмотрите, какие самолеты. Все это сейчас скоро будет показывать, я постараюсь все это снять, вот, ну ладно, давайте дальше буду продолжать снимать, надеюсь, если эта серия вам понравилась, этот флит-шоу, авиашоу понравилось, там пальцы вверх ставьте, поделитесь видео с другими, вот, так что буду стараться снимать дальше про жизнь в Голландии и не только. Все, давайте, здесь можно сразу какую-то амуницию купить, игрушки, всякие шевроны голландских, о, даже серка-молот, это же СССР, прикиньте, Антонов Ан-2, кукурузник, так что они все-таки пользуются спросом наши эти, наша амуниция, ну, наша советская амуниция, советская амуниция имеется, о, какие-то высокомометры, всякие старинные, старые, можете шапочку купить, прикольную панамку, вот, что я могу еще, ребята, сказать, ой, когда выступал советский, вот этот, на советском СУ-29, блин, вот этот комментатор вообще, очень, очень, ребята, серьезно, в очень хорошем, в очень хорошем тоне сказал, очень с хорошим, тони отозвался в этом самолете, говорит, один из лучших, что мы сегодня будем смотреть, то есть, просто молодцы, они так очень хорошо отозвались про этот самолет, про этот самолет, вот, так что, не все здесь так предвзято, как мне кажется, на первый взгляд, давайте дальше посмотрим, здесь какие-то вон еще, модельные, модельные, эти, всякие игрушки продаются, нельзя, нельзя снимать, аэрфлот, аэрфлот, полетели, полетели, на головку, маме сели, или папе, какой-тоist, это, вроде бы по-нуостостного Грунгене, есть еще один вопрос, о том, на прекрасном фильме «Пилотмеч», летом, в Берлин! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я бы очканул серьезно Посадили их прямо на крышу самолета И они полетели Если сорвутся, все, капец Ну вот заканчивают выступление Fokker 4 Это голландский самолет Раньше они выпускались И они Закончили свое выступление Похлопаем им сейчас Приземляется, красиво пошел Так, друзья, ну вот подходит к концу Вот это замечательное авиашо С ружбайкой С ружбайкой Чувак Вот, подходит к концу Это замечательное авиашо Очень хорошо все было Кроме того, чтобы Кроме того, как я уже говорил Вначале Очень было трудно фотографировать Ну ладно, не бывает Все гладко Что я могу сказать еще Ну конечно здесь На этом авиашоу Они все в свою сторону Как обычно перебрали Вот Что именно я имею ввиду Самые лучшие истребители Были у англичан и у американцев Самые быстрые были Ну самые быстрые истребители У англичан и американцев Самые точные были У американцев и англичан Самые вооруженные Тоже были у американцев и англичан Они все пацаны молодые Все уходили на войну очень рано Воевали Сражались очень усиленно С немцами Но только они умалчиваются с какого года Они всегда очень тактично умалчивают Они говорили, что очень Геройски воевали с немцами Но всегда умалчиваются с какого года Они все это воевали Затем, что еще было Ну, конечно Сказали, что самое то же вооружение Побеждали в советских играх Все что-то там долетело Вот Ну, что еще они говорили Короче, немножко, конечно, в свою сторону Ну, со своей колокольни Все рассказали, как это все видит Сейчас пролетел истребитель какой-то Он там летит Видите, сейчас он дальше будет возвращаться Смотрите Вот он летит, летит, летит Вот Я иду домой На этом буду немножко заканчивать Ну, я на это уже не обращаю внимания Потому что все равно Конечно, здесь будут говорить Что именно Вот война именно так была А С чего они будут С чего они должны говорить Что Советский Союз там проливал кровь И так далее, и тому подобное Конечно, они тогда не будут говорить Все, ребята Давайте На этом буду прощаться Вот До новых встреч в эфире Субтитры сделал DimaTorzok